Они вступают в семью северских металлургов, клянутся беречь рабочую честь, добросовестно трудиться, быть достойным продолжателем трудовых династий, совершенствовать мастерство, доверять опыту наставников и ставить превыше всего здоровье и жизнь человека. Верность этой присяге клянетесь пронести через всю свою жизнь. Клятву произносят 57 молодых металлургов Северского трубного завода на церемонии посвящения. Это одна из очень трепетных, душевных и на самом деле волнительных традиций, которые есть на заводе. Мы всегда говорим, чтобы самое высшее, чтобы ребята получили удовольствие от овладения профессией, от познания своего дела. Вот это дорогого стоит. Церемония посвящения в молодые металлурги на Северском трубном заводе проходит с 2008 года и уже стала доброй традицией. В этом году формат посвящения был немного иной. Перед церемонией мы собрали всех молодых наших работников и познакомились с ними в неформальной обстановке. Пообщались, рассказали о всех плюсах, о том, как они могут проявить себя, как они могут заявить себя на этом предприятии. Многие молодые металлурги делятся, что на завод пошли работать по рекомендации родных. Так сделала 19-летняя Елизавета. У меня сестра работает подощеком и мама мной гордится. Вся семья. И мне нравится работать. Начинающие заводчане не скрывают, что одним из главных показателей выбора профессии и предприятия стала стабильность, возможность роста и развития. Мне 19 лет, работаю уже седьмой месяц. Все устраивает. Речиком труппе заготовок четвертого разряда. Зарплаты хорошие. Да и коллектив очень хороший попался. Всему обучили, всегда помогают. На Северском трубном заводе активно развит институт наставничества. За каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник. Именно они помогают адаптироваться молодым на производстве. Здесь обучение с наставником на станке. Мне показало, как все устроено, как работает. Помог мне с адаптацией. Коллектив влился хорошо. На церемонии посвящения в молодые металлурги подвели итоги и наградили победителей заводского конкурса «Наставник года». Третье место разделили Владислав Габиев и Ирина Шахмина. Для нее специально профсоюзной организацией СТЗ был выделен призовой фонд. Второе место заняли Язеля Халиулина и Владимир Кузякин. Победителем признана Алена Буторина. Также эксперты вручили диплом специальной номинации Наталье Сулеймановой за лучшее взаимодействие наставника и адаптанта. Приглашаем наставников, которые вручают что ли палочку эстафетную молодым специалистам. И это тоже знаковое событие. Быстро пролетит время, когда они сами станут уже наставниками и будут передавать уже свой опыт. Сегодня текучесть кадров большая и уже молодой специалист через два года, он уже может передавать эту эстафетную палочку. И уже гордится, что он тот самый мудрый и опытный человек. Завершилась церемония общим фото. Оно останется на память молодым металлургам, которые решили связать свою жизнь с Северским трубным заводом. Игорь Соколов, Валерия Белякова, Александр Полищук. Новости 11 канала.